Я хочу рассказать вам теорию Глуа. Это совсем непросто. Ребята, это по-настоящему непросто, потому что теория Глуа – это нужно знать, что такое бренчатые числа, соответственно, нужно знать, что такое многочлены, разные операции с ними, нужно знать, что такое векторное пространство, нужно знать, что такое группы, и нужно, соответственно, основная теория Глуа была такая, есть взаимно однозначное соответствие между подгруппами группы афтоморфизмов нормального расширения и под полями этого самого нормального расширения. Заметьте, в самой формулировке есть только расширение, нормальное расширение группы. Так что это действительно очень содержательная работа. В качестве, что называется, контрольного пункта должно быть такое. Мы должны учиться доказывать теорему Абеля о несуществовании формулы, которая в ретикалах выражает решение уравнения пятой степени. Вот уравнение третьей степени – есть формула, уравнение четвертой степени – есть формула, а для уравнения следующей степени формула уже нет. Так вот, что такое векторное пространство? Давайте, векторное пространство. Это, на самом деле, совсем просто. Представьте себе, что у нас есть некий набор чисел, поле РФ, некое поле РФ, и у нас есть некое множество объектов. Это вектор. Ну, типичный пример. Скажем, если поле РФ – это множество вещественных чисел, а В – это множество всех пар вида Х, где Х и У – это вещественные числа. Что такое сумма векторов? Да очень просто. Когда вы к одному вектору прибавляете другой вектор, то координаты складываются по плану. Замечательно. И что такое произведение вектора на числе? Когда у вас есть вектор и какое-нибудь число, то тогда это произведение – это АХ, АХ. Согласитесь, что... Что у нас проблема вектора, да? Это плоскость. Вектор складывается по правилам павилограммы. Вот у меня сейчас самая обычная плоскость. Вот здесь вот один вектор, не другой. Сумма вычисляется по правилам павилограммы. А умножение на число – это умножение в несколько раз. Ну, есть ли какие-то другие примеры векторных пространств? Ну, конечно, есть. Например, трехметное. Там вектор – это не два числа, а три числа. А сейчас будет другой пример векторных пространств. Множество всех многочленов. Так, что такое многочлен? Понятно? Это выражение такого вида. А на другое плюс А1х плюс А2х в степени n. Так вот, любые два многочлена можно складывать. И многочленные можно умножать на число. Складывать по креоэффициентам, то есть свободно членам, по креоэффициентам при первой степени, с креоэффициентам при первой степени. Уножать на число – это значит, что тоже все креоэффициенты умножаются на оценку. Замечательно. Только, ребята, это не то векторное пространство, которое мы будем рассматривать. Почему? Потому что многочлены бывают в нулевой степени, в первой степени, в второй степени, в третьей, четвертой, пятой, шестой, семей и так до бесконечности. Это так называемое бесконечно мерное векторное пространство. На самом деле, в математике бесконечно мерное векторное пространство рассматриваются. И есть такая наука, функциональный анализ. Для студента Мехмата любимое словосочетание «анализ-3». Если честно, я не знаю, на каком курсе сейчас это учат. Но в старые годы времена, когда я был студентом, это действительно учили на третьем курсе. И, соответственно, есть огромная наука и замечательная всякие бесконечно мерные векторные пространства. Там много всего замечательного интересного, функционального анализа. Но, ребята, меня сейчас это категорически не интересует. Почему? Потому что мне сначала надо разобраться с понятием конечномерное векторное пространство. Что значит конечномерное пространство? Вот когда у вас были векторы с двумя координатами, то, смотрите, берем один вектор, один в ноль, и другой вектор, ноль в ноль в ноль. Давайте, это обозначим какую-нибудь альфа, а это обозначим какой-нибудь иточкой бета. Тогда, смотрите, что такое любой вектор. Любой вектор x, y, это есть x умножить на альфа плюс y умножить на бета. То есть, x и y это числа, а любой вектор выражается через эти самые числа. Это здорово. У меня, знаете, двумерное векторное пространство. Есть два вектора. В общем, заметьте, пожалуйста, дважды. Друг через друга они не выражаются. На какое число не умножай альфа, вы это не получишь. И наоборот. Друг через друга они не выражаются, а любой вектор через них выражается. Двумерное векторное пространство. Соответственно, если у вас векторы, это выражение, с тремя координатами, это называется трехмерное векторное пространство. Представьте себе, что я здесь ограничу число n. То есть, мы рассматриваем все многочлены степень не выше, чем n. Вот писать n плюс 1, n плюс 2 и так далее, дальше уже нельзя. Вот здесь стоит такой ограничитель и дальше не пускают. Скажите, мерное векторное пространство. Пространство всех многочленов. Неверно. Неверно? n плюс 1. n плюс 1, конечно. Ребята, чтобы задать многочленов, на самом деле нужно задать этот коэффициент. Этот, этот, этот. n плюс 1, это чьи? Согласны? Отлично. Это n плюс 1, мерное векторное пространство. Другой, такой же простой и контрольный вопрос. Представьте себе, что у нас в качестве векторного пространства рассматриваем не все подряд многочлены, а только многочлены четные. Четные, это значит следующее, запрещены х, х куб и так далее. Тогда какая будет, какая вы их размерность? Разрешили не нулевые коэффициенты. У нулевой второй, четвертый и так далее. n плюс 1. Ну, почти. Плюс 1. Давай подумаем. Если n четное, то тогда это будет, вот, n равно 2. Тогда это будет 2. Если n нечетное, скажем, n равно 3, тогда это все равно будет 2. Нижняя целая часть из n пополам плюс 1. Нижняя целая часть из n пополам плюс 1. В качестве n берем 2, получается правильный ответ. В качестве n берем в 3, получается правильный ответ. Замечательно. Поняли? Целая часть n пополам и плюс 1. Ну, давайте двинемся дальше. Давайте двинемся дальше. Значит, все-таки, что такое в формате векторное пространство? Значит, векторы можно складывать, векторы можно умножать на числа. Какие требуются свойства? На самом деле, самые естественные. То есть, если вы, например, число умножаете на сумму двух векторов, то это что? То это то же самое, что число на один вектор и число на два. Разумно? Разумно. Или, если у вас есть два числа, К и Эль, то можно так умножить. Можно К умножить на Эль и потом на В. А можно так. Можно К умножить на произведение Эль и В. Вот это тоже должно быть одно. Как вы думаете, этих аксимов хватит или нет? Нет, конечно. Что еще надо? Скажем. Что когда сумму чисел умножаешь на вектор, то это что? Ну, это как вектор умножить на любой из... Так же, как К1 умножить на В плюс К... Так, хорошо. А еще что-нибудь? Правильно. Вот, молодец. Дело в том, что я, конечно, здесь замечательно говорю, что можно складывать и умножать. Но если, представьте себе, взять не всю плоскость, а, скажем, угол, не знаю, в 79 градусов, тогда, складывая векторы, вы не выйдете за пределы этого угла. Ну, а все-таки хотелось бы получить всю плоскость. Конечно. Существование нулевого вектора. То есть, есть такой вектор, что его к чему не прибавляет, все равно от этого... То, к чему прибавляет, не изменится. Существование противоположного вектора. Разумно? То есть, для любого вектора У существует такой вектор, что его сумма с вектором У равна нулю. Понятно, да? Ассоциативность сложения векторов. Понятно, что это такое? Сумма векторов, к которому прибавили, это что? Это вектор, к которому прибавили. Поняли, да? На самом деле, я еще забыл то, что вектор плюс вектор не зависит от порядка. В плюс У и У плюс В это одно и то же. А умножение не зависит от порядка? Ну, умножение тоже не зависит. Так вот, ребята, это все очень просто. Это все абсолютно естественные объекты. И сразу возникает вопрос. Ну, а может быть, это, что называется, просто малоинтересно? Ну, в конце концов, какие-то там суммы, произведения. На самом деле, интересны. Например, давайте, чтобы вам стало понятно, что это задержательная штука, давайте зададим себе такой вопрос. Вот, у нас есть многочлены. Все многочлены, давайте спрашивай, степени не выше Н. А на левое, плюс А первое, Х, плюс А второе, Х квадрат, и так далее, плюс Н, и так далее. Я сейчас предложу вам другой взгляд на то же самое векторное пространство и спрошу, а это действительно то же самое векторное пространство или же на самом деле нет. Значит, итак, я беру на вещественной приборе некоторое количество точек. Главное, чтобы они все были разные. И давайте эти точки, ну, как-нибудь и познать, на Т1, лучше так, Т нулевое, Т первое. Просто мне нужно, чтобы точек было ровно столько, какова размерность пространства, поэтому точек будет тоже Н плюс 1. Т0, Т1 и так далее, Тн. Главное, что эти числа все разные. То есть, ТКТ не равно ТМ, если Ка не равно Н. Фиксированные точки на тревогу. Понятно, что у каждого многочлена в точке Т нулевое есть какое-то значение. Вот у меня многочлен F от Х. Совершенно понятно, что я могу вычислить значение многочлена в точке Т нулевое. Это будет А нулевое плюс А первое Т нулевое, плюс А второе Т нулевое в квадрате, плюс и так далее, плюс АНное Т нулевое. Точно так же я могу вычислить значение нашего многочлена в точке Т нулевое. Так вот, господа, давайте сейчас рассмотрим такое отображение. Вот у меня есть многочлен F. Ему сопоставим эти значения в точке Т нулевое, в точке Т нулевое и так далее, в точке Т нулевое. Как вы думаете, сумма многочленов при этом куда бегут? Что такое сумма многочленов? Это нужно по коэффициентам сложить, правильно? Замечательно. Так вот, как вы думаете, сумма F плюс G перейдет в сумму? Или нет? Или не сумму? Сумму. Почему? Потому что что такое по определению F плюс G? Давайте накажем. Что такое по определению сложения многочленов F в X плюс G в X? Это A нулевое плюс B нулевое плюс A первое плюс B первое умножить на X плюс и так далее, плюс AN плюс BN умножить на X степень. Так вот, господа, у нас получается, что действительно, когда мы берем любой многочлен и вычисляем его значение в нескольких точках, то сумма многочленов соответствует суммам. В некотором смысле это координаты нашего многочленов. Только обратите, пожалуйста, внимание, вообще-то мы договаривались, что многочлен задается списком его коэффициентов. Согласны? Многочлен – это список коэффициентов. А здесь я многочлен задаю его значениями в точках. Как это, что называется, сопоставить одно зубое? Ответ. На самом деле есть теорема. Кстати, мы ее сейчас докажем, разумеется. О том, что знать значение многочлена в N плюс одной разной точке, это в точности то же самое, что его знать коэффициенты. То есть, если знаешь коэффициенты, то можно узнать значение. Если знаешь значение, то можно узнать коэффициенты. Давайте пытаемся это понять, скажем, для многочленов первой степени. Что вы высказываете, я сейчас сказал, означает для многочленов первой степени. А очень простую вещь, что если вы знаете, в первой степени графика прямая. Что если вы знаете в одной точке, как прошла прямая, и в другой, то вы знаете прямую. Значит, на школьном языке это что такое? Через две данные точки можно прости и в прямую, совершенно верно. Так, а для случая это N равно 2. Чему это соответствует? Если есть значение в одной точке, если у вас значение в другой точке и еще в какой-нибудь точке значения, то существует и единственная парабола или прямая, проходящая через эти три точки. Понятно? Отлично. Отлично. А вот теперь вопрос. Как доказать эту теорию? Для прямой, вроде понятен, да, через две точки прямая, проходящая, единственная, это понятно. Хотя, опять, лучше бы алгебраически понять это доказательство. При помощи индукции? Можно. Ну, то есть, при ней все начало произвязать, потом жить в точку. Действительно, при помощи индукции можно. Ребята, и доказательство при помощи индукции в математике называется интерполяционная формула Ньютона. А можно не по индукции? И это называется интерполяционная формула Лагранжа. Давайте я покажу, давайте я покажу, наверное, начнем с индукции Ньютона. Только не для любого Н сначала, а сначала для конкретного Н, чтобы вы, конечно же, поняли, о чем вообще здесь разговор. Итак, представьте себе, что Н равняется двумя. У вас есть числа Т нулевое, Т первое и Т второе. Вы знаете, что они разные. Т нулевое не равно Т первому, Т первое не равно Т второму, и Т нулевое не равно Т второму. И вы знаете следующие величины. Давайте, Ф нулевое, это есть значение в точке Т нулевое, Ф первое значение в точке Т первое, и Ф второе значение в точке Т второе. Задача доказать, что любым числам Ф0, Ф1 и Ф2, набору из трех числов, соответствует, причем единственный набор коэффициентов. Так, давайте я нафиг еще напишу, что такое вообще многочинство. Многочинство дает коэффициент. А нулевое плюс А первое икс плюс А второе икс квадратное. Мы договорились, что сейчас степень не больше, чем вторая. На самом деле, то, что я сейчас вот здесь написал, это система уравнений. Она настолько важна, и настолько, что балл не часто встречается, что даже у нее есть специальное название – система уравнений Вандермунда. Назвали на это не обязательно, это по ходу своей студенческой жизни не изучите. Вот, любимое развлечение студента – считать этот самый определитель Вандермунда. На самом деле, это несложно. И это, ну просто, что на студенте делать для любого Н. Я вам сейчас покажу, как это делает себя Н равным. Итак, что такое система уравнений Вандермунда? Она состоит, собственно говоря, из трех уравнений. Давайте я здесь напишу. Вот это вот, да? Очень просто. А нулевое плюс А первое Т нулевое плюс А второе Т нулевое квадратное равняется Ф нулевое. То же самое. А нулевое плюс А первое Т первое плюс А второе Т первое в квадрате равняется Ф нулевому. Давайте поймем, что здесь известные числа, а что неизвестные. Известные числа это Т ноль, Т один, Т два. Требуется доказать, что как только вы знаете числа Ф ноль, Ф один, Ф два, так вы находите по ним единственным образом числа А нулевое, А первое и А второе. Да, ребята, разумеется, если вы знаете А ноль, А один, А два, то посчитать это самое Ф ноль, Ф один, Ф два не проблема. А вот важно, что наоборот, что если вы знаете эти числа, то вы можете найти эти. Ребята, вы мне расскажете, конечно, что вот все мои слова про линейное пространство были, я думаю, это не по делу, потому что сейчас я в конце концов просто расскажу вам решение математической задачи, и оно несложное будет, да, это самая интерполяционная форма неизна. Вот, но важно понимать, что вот, если я вам сейчас расскажу, это всего лишь одна из многих-многих задач про векторное пространство. Векторное пространство дает вам естественный язык для того, чтобы разговаривать о такого рода ситуациях. Итак, давайте я сейчас быстренько все объясню. Господа, оказывается, если что-то делать понятное, то это делают так. Мы просто говорим, что любой многочлен, сейчас прислушайтесь, любой многочлен можно записать не так, как я записал, по степеням Т, а его можно записать следующим замечательным образом. Вот, посмотрите, смотрите, когда, тут есть выражение, а рулевое, нормально, плюс а первое Т, плюс а второе Т в квадрате. Вот сейчас следите за руками. А нулевое, это замечательно, да? Это, да, это, это хорошо. Это равенство, на самом деле, просто-напросто неверно. Ну, пожалуйста, внимательно на него посмотрите и поймите, что надо чуть-чуть поправить, чтобы стало хорошо. Вот давайте вдумаемся. Откуда берется Т квадрат? Вот здесь Т квадрат есть? Здесь Т квадрат есть? Здесь Т квадрат есть? Здесь Т квадрат есть? Нету здесь Т квадрата. А Т квадрат берется как Т, а уже на НТ. Господа, вот эти коэффициенты должны равняться друг дружке, ну, хоть 10. Просто потому, что больше Т квадрат ниоткуда не возникнет. Поним? Поним. Отлично. А вот дальше вот этот коэффициент вот просто неверный. он просто совсем не верен. Что здесь на самом деле должно быть? Что? Нет, здесь не А первая. Ты первая. Смотрите. Минус, ты первая. Смотрите. здесь берешь Т, здесь минус Т нулевое. Это будет как? Это будет минус А второе Т нулевое. Согласны? Или здесь берешь Т вверх, здесь берешь А второе. Смотрите. Это что-то из поразительных такие члены. Их надо обязательно аккуратно сюда написать. Так давайте же я пишу. А второе Т нулевое плюс А второе Т первое. Замечательно отсюда, да? И они уничтожились с этим. Ну а еще должно быть А первое. Отлично. Еще А первое. И вот все это хозяйство А с чем уничтожится Т нулевое Т первое? Т ноль Т один А два? Это свободный член. Мы его еще сейчас будем уничтожать. Действительно, есть еще свободный член. А ему тоже надо позавидеть. А нет, уже уничтожится. Нет. Уничтожится. Еще нет. Копух есть. Вот здесь вот без Т у нас А второе Т нулевое Т первое. Есть такая штука. А что здесь у нас без Т? Минус Т нулевое. А второе Т первое. Его надо просто по чистому переписать. А первое Т нулевое плюс А второе Т нулевое в квадрате, да? Плюс А второе Т нулевое Т первое. А второе Т нулевое Т первое. А второе Т нулевое Т первое. Еще надо писать плюс А нулевое. Такой вот свободный член. Господа, вы как считаете? Я решил задачу или нет? Я объяснил только что, Как любой многочлен второй степени можно разложить по вот каким забавным многочленам. Вот это вот многочлен, который в точке Т0 и в точке Т1 равен нулю. Вот это многочлен, который в точке Т0 равен нулю, а в точке Т1 нулю не равен нулю. Почему на самом деле, мне это достаточно, вот почему, господа, здесь, вот в этом месте, вот в этом, и вот в этом могут стоять абсолютно любые числа. Объясняю почему. Потому что если я хочу, зная числа А0, А1, А2 найти, ну надо просто посчитать, вот получаете какие-то конкретные числа. Наоборот, если я знаю вот это число, это и это, то очень легко, отсюда я знаю А2. Теперь, зная А2, я вот это знаю, значит, нахожу, если знаю А1. А теперь, зная А2 и А1, отсюда я нахожу А0. То есть, знание набора коэффициентов вот этих трех, это в точности то же самое, что знание вот этих вот трех коэффициентов. Отлично. Давайте, давайте теперь сделаем так. Давайте подумаем, что если мы знаем, многочлеты писали в таком виде, не станет ли нам проще с этой системой? На самом деле сразу станет. Почему? Смотрим на последнюю разницу. Подставляешь Т2, многочлен, должен получить Ф2. Смотрим сюда. Подставляешь Т1, должен получить Ф1. Смотрим сюда. Подставляешь Т0, должен получить Ф0. Стоп. Ребята, подставляешь Т0, здесь получаешь 0. Значит, Ф0 это что? Ф0 это вот это число. Согласны? Отлично. Теперь, подставляем Т1. Так интересно. Подставляем Т1 сюда. У нас вот это 0. Значит, у нас на самом деле получается вот эта штука с коэффициентом Т1 минус Т0. Так вот, она, умноженная на Т1 минус Т0, в сумме с числом Ф0 должна дать Ф1. Что это реально означает? Это реально означает, что этот коэффициент можно найти. Согласны? То есть, ну, давайте его все-таки... Ф1 минус Ф0. Это нужно из Ф1 вычесть Ф0 и разделить на что? Т1 минус Т0. Ну, вот, когда мы нашли и этот коэффициент, и этот, и уже конкретные числа. Смотрим на нижнее уравнение. Когда подставляешь Т2, тогда вот этот коэффициент не ноль, этот коэффициент не ноль. И, соответственно, ребята, мы здесь получаем ненулевое произведение. А здесь получаем некоторые конкретные числа. Ну, и, соответственно, раз мы получаем конкретные числа, соответственно, а второе однозначно находится. Так, я, значит, для Т2 это объяснил. Теперь давайте я попытаюсь объяснить то же самое для произвольного значения n. Значит, итак, как эта наука о значениях многочленов с почки записывается для произвольного числа n. Итак, слушайте, слушайте, слушайте. Можно так рассказывать вам это. Вот у нас есть лучшие. Мы же можем взять и по очереди, что называется, приближать наш многочлен, увеличивая количество точек, в которых значения совпадают. То есть идея такая, постепенно наращивать количество точек, но и стены будет тоже постепенно расти. Вот смотрите. Существует ли многочлен, который в этой точке принимает значение f0? Есть такой многочлен или нет? Есть. Что это за многочлен? Это просто само f0. Согласны? Многочлен, который в точке t0 принимает значение f0. Это просто число f0. Это на самом деле горизонтальная прямая. Правильно? Вот если мы рисуем, у нас система каранда, то есть, и у нас есть несколько точечек этих. Вот и значения какие-то, да? Ну, я не знаю, какие. То тогда мы можем взять и провести горизонтальную длину. Отлично. А вот теперь давайте добавим еще одну точку. Что это значит? Это значит, у нас добавилась степь, ну, раньше была степень нулевая, а теперь можно первую степень. Но я хочу, чтобы у нас по-прежнему проходило через вот эту точку и эту. Смотрите, как это можно сделать. Можно взять тот самый многочлен, f0, а к нему прибавить x-t0 умножить на что-то. Объясняю идею. Какой бы многочлен здесь ни стоял, все равно, когда вместо x подставляешь t0, то у нас выражение будет такое. f0 плюс t0 минус t0 умножить на g от t0. Ребята, это в любом случае f0. Что бы сюда мы ни написали. Поэтому мы можем сделать так. Какие бы числа у меня ни были, в каком огромном количестве. Но, если выражение ищем в виде f0 плюс x минус t0, а дальше любой многочлен, то проблема какая? То значение в точке t0 уже такое, какое-то. Отлично. Так вот, давайте сейчас переформируем задачу. Раньше была задача о поиске многочлена f, который в точках t0, t1 и так далее, tn принимает значение f0, f1, f1, f1. А сейчас поставим задачу о поиске многочлена g. Какие требования на многочлен g? А вот какие? Я в точке t0 ничего не буду требовать. А вот в точке t1 должно наполняться такой равенство. f0 плюс t1 минус t0 умножить на g от t1 равняется f1. Интересно, что это такое? g от t1 это f1 минус f0 деленное на разность t1. О, господа, причем на самом деле очевидно, что значение должно быть такое не только в точке t1, но и в точке t2 и в точке tn и так далее. То есть смысл у нас очень простой. У нас есть теперь уже не n плюс 1, а n точек. И в каждой из этих n точек многочлен принимает известное значение. Господа, что у меня на самом деле произошло? Задача Ньютона стояла для n плюс 1 точки и многочлен в степени не выше n. Я за счет вот этой формулы, за счет того, что я выделил f0, а дальше все написал, как истинно идустерное левое вножить к какому-то многочлену, резко изменил ситуацию. Я на единичку размер задачи уменьшил. То есть у меня теперь значение известных n точек в тех самых разных n точках. Можно считать, что по индукции решаемость, можно считать, что до n точек мы уже все умеем. Это называется, ребята, интерполяционная формула Ньютона. Понятно, как на самом деле здесь записывается, да? Мы с вами вычисляем значение вот этого многочлена в точке t1. Это будет вот это вот число, да? Давайте я жертвой запишу. Это есть f1 минус f0 разделить на t1 минус t0 плюс x минус t1 умножить на какой-то многочлен h от x. Причем степень g была не больше, чем n минус 1, а степень h и не больше, чем n минус 2. Понимаешь? Да. Ну и дальше опять h раскроется, как число плюс скобка x минус t2 умножить на это дарить. Вот. Таким образом, мы доказали, что многочлен задается своими значениями в n плюс 1 точке. Между прочим, ребята, вам может показаться, что это глупость. Мало того, что многочлен задается значениями. А на самом деле, это, как ни странно, иногда оказывается полезным даже в компьютерных расчетах. Рассказываю. Представьте себе, что у вас есть какое-нибудь там жуткое длинное символьное выражение. Что-то умножить на что-то, прибавить и так далее, так далее, так далее. И ваша программа должна огромное совершенно выражение. Вы знаете, что это многочлен? Вот это многочлен. Там никаких делений нет. Там просто что-то умножается, вычитается, складывается. Вы должны там, что называется, раскрыть все скобки и упростить. Как ни странно, компьютерные программы иногда проще делать так. Вычислить это значение в нескольких точках. И после этого сообразить, что там степень будет не больше, чем такая. И по этим вычисленным значениям провести многочлен через эти точки. Это обязательно он не будет. Полезные идеи, да? То есть иногда это даже в компьютерных расчетах, как ни странно, оказывается полезно. Ну, а уж теоретически, понятно, что это совсем полезно. Потому что действительно важно, что многочленство задается степень не выше n ровно своими значениями в n точках. Это был один подход, что называется поимпцией. То есть я постепенно уменьшал степень на 1. Кто за формула дубна?